Общественники просят проверить семью, в которой двое детей. Супруги с трехлетним ребенком и десятилетней дочкой живут в общежитии на улице энтузиастов. Но, по словам соседей, мать с отцом наркозависимые. Подробнее расскажет наш корреспондент. Речь идет об этой семье. По словам соседей, младшему ребенку три года, старше девочки 10 лет. Родители регулярно оставляют их одних, а сами отправляются на поиски кайфа, либо приводят к себе друзей и устраивают наркопритон. Я все лето с ними тут воевала. А что, не знаете, употребляли, не употребляли? Ну, к ним не бегали, их друзья. Они в мою смену не ходят, я сюда никого не пускаю. О, кайфа молодец. На кой они мне тут нужны? У меня здесь студенты, дети живут. По словам активистов, за последние два месяца супруги заложили в ломбард два телевизора, телефоны и даже плитку с вытяжкой. А также постоянно берут микрозаймы. Не брезгуют они и пособиями, которые получают за младшего ребенка. И из-за этого дети часто недоедают. Я хочу слушать, они вчера все деньги, которые от них получили, были из-за гранины. По словам соседей, супруги осознают свою проблему. Год назад они прошли лечение в реабилитационном центре. Мать детей после курса даже начала работу. Пролечились, все, вышла она на работу, вроде бы все, ничего. И опять начались эти больничные у нее типа сфункционированные. Она в больницу бегает. Ну вот, она больничная. Я сколько раз ты делала, так что-то... Она же официально на работе работала, я больничная. Потому что я нахожусь в больничную, мне накоплено. Соседи родителей рассказывают, что уже неоднократно обращались в соцзащиту и инспекцию по делам несовершеннолетних. Семья под наблюдением работника социальной службы. Но это днем. Вечером, по словам соседей, супруги снова в наркотическом угаре. Полиция в ПДН обращались? Обращались. И что? Мы с ними, мы с ними сколько раз не говорили, сколько все. Я уверен, что я не то. Активисты благотворительного фонда боятся, что с детьми может что-то случиться. И уже готовят обращение в прокуратуру и следственный комитет.